МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов-инфо в студии Лаура Иванова. И сегодня в нашем выпуске. Заседание Азовской городской думы. В Азове, Азовском районе, прошли учения по ликвидации паводковой ситуации. Сегодня состоялось 10-е очередное заседание Азовской городской думы. Подробности у наших корреспондентов. Сегодня в Малом зале городской администрации состоялось 10-е заседание Азовской городской думы под председателем Сергея Бездольного. Перед началом заседания глава администрации Игорь Щепелев проинформировал о новом кадровом назначении. Советником главы администрации назначен Зюба Игорь Николаевич. Игорь Николаевич до назначения более трех лет занимал должность начальника Азовского отдела управления Росреестра по Ростовской области. С сентября 2007 по январь 2009 года Игорь Николаевич замещал должность заместителя Азовского межрайонного прокурора. И с января 2009 по февраль 2010 года исполнял обязанности Азовского межрайонного прокурора. В новой должности Игорь Николаевич будет курировать взаимодействие администрации с правоохранительными и военными органами. Начальник финансового отдела Юрий Шурховицкий предложил на рассмотрение депутатам проект изменений в бюджет города на 2015 год и на плановый период 2016-2017, связанный с увеличением доходной и расходной части за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета. В части основных изменений предусмотрена субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году в сумме 20 млн 490,1 тыс. рублей. Также предусмотрена субсидия на реализацию проекта «Всеобыч по плаванию» в 2015-2017 годах ежегодно по 989,1 тыс. рублей. Также в текущем году более чем на 11 млн. рублей увеличена субсидия на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4 млн 820 тыс. рублей составляет уменьшение субсидии на вторую очередь капитального ремонта детского сада номер 29. В связи с этим перераспределено софинансирование расходов на установку в школах, систем видеонаблюдения и на реализацию проекта «Всеобыч по плаванию». По расходам бюджета города в связи с отсутствием в настоящее время источника дополнительных поступлений и в бюджете это не залаживалось, потому что в первом чтении о принятии областного закона об областном бюджете не залаживалась эта у нас субсидия. В бюджет города необходимо софинансирование в 2015 году в сумме 6 млн 935,1 тыс. рублей, субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. На данные цели перераспределены бюджетные осигнования резервного фонда администрации, поэтому предлагается восстановление его средств в 2015 году в сумме около 7 млн. рублей. Проект, предварительно рассмотренный прокуратурой и городской контрольно-счетной палатой, депутаты приняли единогласно. Также одобрены изменения в положении о бюджетном процессе. Предлагается дополнить решение Азовской городской думы об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании города Азов новой статьей 14.1. Это долгосрочное бюджетное планирование. В соответствии с данной статьей долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза города Азова на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 бюджетного кодекса. То есть прогноз составляется на 6 лет каждые 3 года. Со следующего года будет вестись реестр источников дохода, за счет которых планируется формирование и пополнение бюджета города. В Азове-Азовском районе прошли учения по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде учения вследствие усиления западного ветра произошел подъем воды в реке Дон, в результате чего улица Хутор-Задонья оказалась затопленной. Сегодня в районе речного вокзала состоялись учения отдела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова. Около 60 человек было задействовано в мероприятии. Территория Азовского района регулярно подвергается нагонным явлениям, последствия которых все наблюдали в конце прошлого года. Согласно легенде, уровень воды поднялся на 2 метра. Жителям Хутора-Задонья требуется срочная эвакуация. В зону затопления попали улицы Хутор-Задонья, 107 домовладений с населением 200 человек. Погибло 27 голов скота, подмыто и снесено 7 опор линии электропередач. По причине короткого замыкания сгорело 3 дома. В издействии сложившейся остановкой нарушено электро- и водоснабжение жителей улицы Хутор-Задонья, расположено на правом берегу реки Дон. Все службы города работали в режиме чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших и доставили в пункт временного размещения, который располагался в гостинице «Солнечная». У нас в основном это нагонные явления, которые проходили в прошлом году. У нас 14 раз вода поднималась, снизовки дули. Это 24 сентября, когда самый наивысший уровень воды был. И перед Новым годом, 28-30-го, по-моему, тоже уровень воды поднимался. И вот для ликвидации таких чрезвычайных ситуаций было запланировано это учение. Конкретно это Таганрог, Никлиновский район, Азовский район, город Азов. Службы работали слаженно, однако не обошлось и без недочетов. Произошла заминка в пункте приема граждан в гостиницу «Солнечная». Подобные учения проводят, чтобы выявить все недостатки в работе и избежать их повторения при возникновении чрезвычайной ситуации. Олеся Слонько, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Военная техника на въезде в Азов вызывала немало споров, домыслов среди жителей нашего города. Корреспонденты редакции Пятого канала попытались выяснить, что же представляет из себя эта конструкция. Около недели на въезде в город Азов стоит военная машина, внешне похожая на тягач к установке С-300. В редакцию Пятого канала поступает десятки звонков от обеспокоенных азовчан. Ситуацию прокомментировал начальник Азовского военного комиссариата Андрей Щелчков. Это не учение, вышка такая, подъемный кран. Не кран, а вышка такая, как у пожарников, только военная. Что-то с двигателем, видно, не могут никак отремонтировать. Никакой опасности нет совершенно. В канун Международного женского дня в библиотеке имени Крупска состоялось заседание женского клуба «Азовчанка», на котором побывала и наша съемочная группа. В читальном зале Центральной городской библиотеки имени Крупской состоялось очередное заседание Совета женщин, Азова и клуба «Азовчанка». Специально для этого мероприятия был подготовлен обзор книг, а также организована выставка работ народных мастериц. Грамотами Совета женщин, Азова и подарками были награждены самые активные участницы Совета женщин города Азова и клуба «Азовчанка». В завершении встречи состоялся небольшой импровизированный концерт в исполнении народного ансамбля «Радуга». Учащиеся всех школ города приняли участие в областной танцевально-игровой программе для старшеклассников «Стар Тинейджер». Подробности в следующем сюжете. Сегодня в Доме детского творчества прошел городской этап областной танцевально-игровой программы для старшеклассников «Стар Тинейджер», посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Открыл танцевальный турнир конкурс «Визитная карточка», по результатам которого жюри оценивало оригинальность представления, сплоченность команды, а также форму одежды. Времена той эпохи, показать, какой была молодежь в те времена, 40-е годы. То есть мы не стали вот так танцевать в шортиках, в мальчиках. У нас действительно будет еще дальше военная форма, потому что мы хотим показать именно то, что было в те времена, когда именно были они очень тяжелыми. Это очень важно. Мы благодарны всем ветеранам, которые защищали нашу родину. Это очень хорошее мероприятие и спасибо всем, кто его организовывал. Это очень хорошее дело. Команды всех школ города готовились к выступлению более полутора месяцев. Каждая из них надеется победить и отправиться на областной этап соревнования. Команда школы номер 9, которая называется «Армия», готовила к конкурсу учитель музыки Ирина Замай. Веселое, замечательное настроение, задорное. Мы стараемся в каждом конкурсе проявить себя, будем стараться. И надеемся на лучшее. В большей степени нам, конечно же, помогла Ирина Ивановна, которая ставила нам танец. Она всегда за нас очень болеет, всегда переживает, помогает нам во всем. И, конечно же, благодаря ей мы подготовились. И мне кажется, это исключительно ее заслуга, но чем-то и наша. Потому что мы принимаем участие, мы стараемся, но без нее мы бы ничего не смогли бы сделать. Это ответственный конкурс для нас, потому что такое событие, юбилей не каждый день бывает. И поэтому мы старались очень сильно, ну и показали наш танец. Лаура Иванова, Татьяна Иваченко, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. Субтитры предоставлены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кулшоу.